Это все с помощью мыслей и сознания моего. Попозже расскажу, пока просто присоединяются все потихонечку. Ну что за солнце такое? Привет, привет, привет! Здравствуйте, здравствуйте! Кто-то из вас писал в директ, оставлял свои истории, вопросы. Я тоже озвучу их сегодня. И возможно, и скорее всего, они затронут каждого из вас, потому что это житейские и любовные вопросы, и денежные. Поэтому обо всем сегодня поговорим. Но основная тема эфира, вот как раз девушка спросила, как поверить в то, что тебе кажется вообще далекой мечтой? Вот как поверить в это, да? Вот говорят, что мысли материальные. А ты загадываешь вроде себе желание, но ты не веришь в это и думаешь, ну как я вот сейчас загадал, подумал, ну с чего оно придет, если нет денег, если нет того и сего там, да? Ну вообще в принципе, да? Даже самые продвинутые, те, которые знают, что не нужно думать, как это исполнится, да? А просто четко понимать, что это твоя мысль, четко понимать, чего ты хочешь. Но даже вера, допустим, да, есть. Но какие-то сомнения такие, что, блин, ну откуда? Ну откуда, откуда это случится? Согласитесь, есть такое. Ну вот, теперь Москва будет радоваться встречи с тобой, Хабаровск будет скучать. Привет! Я из Хабаровска, кто не знает, да, кто первый раз на моей страничке познакомлюсь, потому что тысячи людей приходят по рекомендациям, по каким-то, да, вот своим знакомых, от своих родственников. Поэтому я расскажу сегодня о себе, и таким образом через пример, да, личный, будет понятно, как мысли материализуются. Почему вот многие мои подписчики, кто со мной давно уже говорит, что, Лиль, вот как-то вот вносишь ты информацию, понятно, просто, легко. Потому что все через примеры, через свои, через участников игры. Игра «Привет, вселенная» у нас идет вот. В июле будет год, юбилейная игра, обязательно что-нибудь придумаю интересное. По этому поводу подарки будут однозначно, это же праздник. Праздник для всех, у кого исполнилась уже мечта, да, и кто продолжает реализовать себя в этой жизни так, как хочет. Вот, поэтому, знаете, расскажу немножко вот о себе. Я родилась в очень маленьком городе, хороший городочек, 30 тысяч человек там живет. У меня, по-моему, в этом доме, где я снимаю в Москве, 5 городов таких влезет, да. Вот я родилась в обычной семье, да, среднестатистический человек. Но я хотела всегда какой-то роскошной жизни, да, там, ну что роскошной? Ну, роскошной, да, не роскошной, но мне всегда хотелось в любой момент купить себе все, что я захочу. Поехать в отпуск куда-то, да. И в моем городе у меня всегда были такие интересы, я хотела стать либо певицей, либо актрисой, либо телеведущей. В общем, такой вот публичный человек, да, мне нравилось общаться с людьми. И я вот просто родилась, мне там первый класс, 7 лет, да, и я вот с таким желанием. И я только тогда понимаю, что в этом городе нет ни телестудии, ни школы ведущих, ничего. Я говорю, у меня же мурашки, потому что я прям помню это все. И я как-то раз-раз, вроде как я там стану телеведущей, мама говорит, ну, у нас как бы нет школы. Это, представляете, это нужно что? Закончить школу, вырасти, да, чтобы только потом уехать в ближайший город, в нашем Хабаровском крае, это была столица, да, ну, это столица Хабаровск, да, на тот момент. Сейчас это другой город, Владивосток. Вот, поэтому, представляете, ждать конца школы, чтобы как-то начинать реализовать свою мечту. Я слушала исполнителей различных, у меня был фанат, я была фанатка, точнее, шуры, закрашивала себе зуб в школе, танцевала, в общем, всегда была на позитиве. И мой вот этот позитив, и моя вера вот в свою мечту, что я стану ведущей, да, или певицей, или актрисой, и вот привела меня к тому, что я уже на данный момент, да, я уже в Москве, я уже даже прошла путь свой. Я стала телеведущей, я приехала в Хабаровск, были сложности. В этот момент, когда мне стало, ну, наступило, да, 20 лет стукнуло, я, конечно же, как девушка хотела счастливой семейной жизни. И у меня случился период, да, кто не знает, я вышла замуж, но брак был не совсем удачный, так скажем, да, хотя я приобрела большой опыт. Когда муж у меня украл ребенка, мои подписчики знают про это, не буду сейчас этому внимания уделять, но он бывший полицейский, и, в общем, заводил у меня уголовные дела, просто чтобы вот уничтожить, уничтожить. Я была третья жена, единственный у него ребенок, наш совместный, да, и вот он вот сказал, что он сотрет меня там с лица земли, фиг тебе там, они твоя популярность какая-то захотела там, да. Ну, в общем, пытался меня, пытался, пытался вот так сломать, но я честный, открытый, светлый человек. Это говорят, это вы говорите, это мое окружение говорит, я себя так ощущаю. Я просто-напросто хочу того, чего хочу, искренне хочу, вот просто, я же зла никому не желаю, я просто лишь хочу стать ведущей, моя детская мечта, да. Я понимаю, что человек, да, вот так вот подло поступает со мной, шантажирует, украл ребенка у меня. На тот момент я уже поступила на, не поступила, а пришла на телевидение, и у меня был такой, как практика, да, типа была, такой испытательный срок. Так он вот и туда залез, и меня с работы там убрали, не знаю, что он там наговорил, но, видимо, как-то повлиял на руководство. В общем, все закончилось хорошо, да, и вот этот очень сложный период жизни в Хабаровске, да, я прошла, и ребенка я забрала, и мы счастливы, и сейчас я 6 лет уже живу с Антоном, вот вы видели его в сторис, он сейчас со мной, и вот мы счастливо живем вместе, вместе с Лешей, и все хорошо. Почему, опять же? То есть мое становление на телевидении, то, что я все-таки сумела собрать, забрать от злодея, да, своего сына, и не вляпалась там в уголовное дело, которое мне пришивали, без вообще единого знакомства, без денег в чужом городе, как это получилось? Все с помощью мысли, все с помощью моего заряда, желания очень такого. Понимаете, даже такие вещи можно, можно сделать, можно сделать невероятное. Я обладаю вот этой силой внутренней, я очень много литературы читала, я очень много книг читала, фильмов смотрела, тренинги всякие проходила, потому что интересно, мне было интересно, я понимаю, а почему интересно? Потому что получалось, потому что я понимала, как это работает. Я чувствовала изменения в своей жизни, и я изучала все больше, 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 больше и больше. Как получилось так, что я вот эту игру «Привет вселенная» придумала? Это не было так, что я сижу на кухне и думаю, чем бы заняться, что бы там поделать. Фитнес вести какой-нибудь? Нет, их много в Инстаграме. Еще там что-то делать, я не знаю, готовить тоже много. Девчонки все классно готовят, думают, чем же там отличаться, я не знаю, да? Кажется, как вот обычный человек думает, и такого не было. Я всегда иду по своему пути. Вот здесь опять же про предназначение. У нас такой общий эфир, да, тут и про желание, и про любовь, и про предназначение, и что делать. Действительно, в своем примере я все эти стадии в жизни прохожу, потому что я такой же человек, как и вы. Я тоже хочу любви, я тоже хочу предназначение свое дело найти, я тоже хочу ездить в отпуск, покупать там квартиру, которую хочу, вещи там брендовые, еще какие-то, да, машин. Я такой же человек. Я тоже хочу семейного счастья, денег и любви, как и все, да? Поэтому через все вот эти вот моменты я в жизни прохожу, как и вы. И, вы знаете, вот я отвечу на ваши комментарии, просто вот отвлекаюсь, немножко смотрю. Фамилия Мясникова была, пишут, да, это по телевидению, девичья фамилия, когда я приехала в Хабаровск, по паспорту у меня другая фамилия. Мужа я еще и не поменяла, потому что для меня был не принципиальный момент, у меня не было такого там месть, там еще что-то. Я занималась всегда своим делом, вот, поэтому вот в Инстаграме я и вообще в жизни, да, и в кепочке, и все мы делаем Лиля Правда. Вот Лиля Правда, вот это я как в медийном, в медийной сфере, да, то есть сериал это, песня в Инстаграме, то есть это мое имя. И я его ношу, вот, с удовольствием. Отвечу обязательно на ваши комментарии. Когда будет игра «Привет, деньги»? Сразу сейчас на игры отвечу, да, когда буду, да, потом расскажу, как все это пришло, про предназначение, возможно, вы уловите для себя, как найти свое там предназначение в жизни, да. Игра «Деньги» будет в июле, скажу, уже очень скоро. Я просто ее пишу уже, наверное, месяцев 6 точно, и вот я заканчиваю. Мне нужно какой-то вот финал такой придумать, чтобы вот прям вот перещелкнуло вас, и деньги же это энергия, и вы эту энергию поймали, и она просто как струей в вас вот втекала. Поэтому я вот продумываю все это без лишней воды, чтобы вам четко сказать. Объявлю в сторис, когда будет игра «Деньги». Она будет такая же, 500 рублей, тоже будет около двух недель идти. Я уже говорила, что у меня другое, другая, да, в основном работа, то есть это съемки, это фото-модель, да, это вот опять же съемки клипа, различные медийные, то есть мероприятия, проведения встреч, то есть вот такие, вот такая история. А игра «Привет, Вселенная», игра «Любовь» и игра «Деньги», которая сейчас будет, это мое хобби, это моя любовь, это то, что я отдаю людям, поэтому, естественно, чтобы баланс не был нарушен, да, это символическая цена, очень приятная, я знаю, вы любите, да, 500 рублей за вообще такую мощную игру. Поэтому, кстати, игра «Привет, Вселенная» 25 мая, это уже послезавтра, старт, те, кто сейчас слышит информацию, вот прям вовремя к вам пришла, послезавтра мы уже начинаем. Стоит всего 500 рублей, две недели я лично с вами общаюсь, работаю над вашими запросами, ссылка в шапке профиля, вы можете перейти и как раз успеть на вот эту игру уже совсем скоро. Там первые лунные сутки, я вообще готова рассказывать, потому что я обожаю эту игру, обожаю вот это состояние, когда я с вами. У меня у самой, когда я играю, есть планы, я вместе с вами тоже их делаю, заряжаюсь, и все получается. У вас получается, у меня получается, у всех все хорошо, потому что мы такой на одной волне. Вот, поэтому послезавтра старт, и вы можете попасть через ссылку в шапке профиля, вот, зарядиться вместе со всеми участниками. Вот второй раз смысл идти или есть или нет. Вы знаете, я могу сказать, что идут. Кто-то писал мне, что я уже пятый раз играю в твою игру. Игра точно такая же, ничего не меняется. Меняется лишь то, что я вам пишу в ответ, да, то есть моя обратная связь, она всегда разная, потому что я сама лично вам отвечаю на комментарии, а все эфиры одинаковые. Поэтому если кто-то идет, да, ради того, чтобы вот так вот лично запросы проработать, потому что это важно сформировать вопрос, и речь не идет о том, что без частички нет, как вот обычные форматы, да, то, что в гугле пишут, вы так без меня загуглите это все. Здесь другое важное. Здесь, ну, как бы это такой вопрос не на пять секунд, поэтому там я все рассказываю в игре «Привет, Вселенная», мы с вами формируем, я проверяю ваши запросы. Спасибо, вижу, игра огонечки. Игра «Привет, Любовь», в общем, по ссылке в шапке профиля, чтобы не возвращаться к этому вопросу, да, вы нажимаете ее, и там прям будет «Игра «Привет, Любовь»» по этой ссылке «Игра Вселенная» по вот этой. Поэтому нажимайте, попадайте, и потом можете посмотреть сохраненный эфир, либо после эфира это сделать. Поэтому про предназначение. Как получилось, что я вот игру вот эту придумала, да, там написала? Сама в жизни прохожу через все эти моменты, о которых я вам рассказывала вначале, кто-то присоединился сейчас, обязательно посмотрите сохраненный эфир, это вам тоже в какой-то степени поможет, да, поддержит, если вам нужна поддержка сейчас, в данный момент, да, в вашей жизни. Меня попросили выйти в прямой эфир в медико-психологический центр. И сказали, Лиль, мы знаем вашу ситуацию, вы могли бы выйти 1 июня в День защиты детей и рассказать свою историю, когда муж у вас украл ребенка, потому что ситуация такая очень похожая, да, манипуляция, там, мужья тираны, там, и так далее, детьми, да, манипуляция. Просто вот рассказать свою историю, как у вас это было, поддержать женщину, я говорю, да и с удовольствием выйду к вам в прямой эфир. Они-то предлагали деньги, знаете, потому что там блогерам платят за это все, я говорю, нет, я просто выйду и расскажу, потому что у меня еще тогда было такое вот, мне даже сейчас я вот рассказываю, и у меня слезы на мокром месте, потому что я ничего не могла, блин, сделать, ну ничего. Вот он полицейский, куча связей, я никто просто, понимаете. И ребенка украли, его настроили, нет связи, все обрублено. Вот как делать, вот как быть? Вот кроме вот силы мысли будет больше ничего, я не знаю, там, ничего не остается сделать. Ну потому что, ну никак, казалось бы, безвыходно, да. Я знаю, что у женщин у многих такая же ситуация, у кого-то даже и без детей, просто вот муж тиран и все, и ничего не могут сделать. Связывая их там их ипотеки, какие-то еще что-то. Поэтому я говорю, конечно, я с удовольствием выйду и все обязательно расскажу. Я выхожу в прямой эфир. И рассказала женщинам, как это все было, что мне помогло, как я справилась с этим, что ребенок сейчас со мной, в итоге он со мной. Я, может быть, даже выйду, повторю эту историю, чисто ее, да, как это все было поэтапно, как действительно я что делала. Не так просто поверила, да, что я к этому прикладывала, какие действия. Вот, и рассказала. И у меня директ мой, он просто взорвался от писем, а как вот так, что такое вселенная, мысли материальные, как вот реально поверить в это, как реально это воплотить. И были запросы разные. Я уже вышла на своей страничке в прямой эфир, сказала, что для тех, у кого были вопросы, вот им расскажу. Их там было человек, я не знаю, 100 там, допустим, да, или 50 на тот момент, около 100. И я им рассказала. И у людей начало меняться все к лучшему. Я так порадовалась, потому что у моих близких людей, у моих близких людей, у них меняется все к лучшему. Ну, вот мы, допустим, пообщаемся, бывают такие люди, согласитесь, с кем-то вы можете пойти там выпить в баре, да, с кем-то можете в жилетку поплакаться, с кем-то вообще предпочитаете не общаться, то есть люди разные. Вот у меня так, что моим близким, там, подругам, близким, друзьям, да, родственникам, им нужна моя поддержка иногда там в сложный момент. Занят говорит, Лиль, заряди, пожалуйста, меня, вот прям просто вот не знаю, вот прям переживаю, что-то делаю. Я говорю, так, все нормально, что там ты переживаешь? И начинаю. И вот, не знаю, как-то вот дано все разобрать по полочкам, детализировано, чтобы вот, он говорит, да вроде все понятно, слушай, вот как я сам не догадалась, или лег там, спасибо. И точно так же получается с моими подписчиками. В игре «Предселенная» понятно, я лично с каждым, да, общаюсь, а в эфир вышла вот и помогла определенному количеству там людей, да, они писали, Лиль, у меня отношения с мужем наладились, ну вот допустим, как вот еще какие-то моменты, да, там вот это, вот это сделать, еще что-то. И я понимаю, что надо выйти еще раз в прямой эфир. Я выходила в эфир, выходила второй раз, третий, а запросы все разные. Кому-то нужны деньги, кому-то нужно ремонт сделать в квартире, тоже мечта, это нормально, деньги желать – это нормально, деньги нужно любить, принимать, поэтому уважать, поэтому ничего в этом зазорного нет, что вы любите деньги, говорите обыкно, да, это так, и вы этого достойны. И я понимаю, что как же всем так объяснить, точечно же не поможешь, все же нужно индивидуально, индивидуально рассматривать, потому что одна ситуация, муж с женой хотят наладить отношения, у одного, значит, я не знаю, работа, да, и он работает постоянно, а жена говорит, что задолбал, мне времени не уделяешь. Вторая ситуация, такой же муж, жена, да, муж, допустим, нашел работу, вот подписчица мне писала, сегодня задала вопрос, нашел работу, она мечтала об этой работе, все хорошо, но там есть, вот конкретная ситуация, да, на вот этой вот работе, где он работает архитектором, там джакузи большая, вот просто индивидуальный случай, и так у каждого, сколько человек, столько случаев, да, столько, и там джакузи, эта жена говорит, что я вот ревную, потому что у них там женщины работают, у них вот эти вот посиделки там, скорее всего, начинаются, там начнутся или еще что-то, я очень ревнивая, как убрать эти мысли из головы, как вот это все вот выкинуть, потому что я знаю, что мысли материальные, у меня уже очень много желаний исполнилось, так как я играла, да, с тобой в игру, но вот в эту тему я не могу, вот я ревную, ему сказать не могу, и так далее, и она до этого, это вот я сегодня увидела перед эфиром эту информацию, до этого я открываю, у нее там просто сообщение, Лиля, мне нужна твоя помощь, Лиля, вот скажи мне, как мне вот избавиться там от определенного там сложности мысли, да, помоги, помоги, скажи, 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 а сообщение миллиард в директ, они приходят ежедневно по 100, по 500, наверное, писем, и представляете, они вниз уходят, и я открываю это письмо, а там просто крик души, Лиля, увидь просто, я открываю, говорю, я тут, и улыбочку, просто попало ее письмо, она, видимо, в этот момент послала, и я, знаете, что почувствовала в этом момент, она так сильно хотела, чтобы я ей ответила, вот разобрала, да, ситуацию, поговорила с ней, это нормально с ней, поговорила, да, это нормальная ситуация, многим нужна поддержка, да, и вот она хотела, чтобы мы обсудили с ней эту тему, я говорю, слушай, вот посмотри, как сильно ты хотела, ты посмотри, сколько сообщений, да, и ты вот именно в этот момент пишешь, я в этот момент открываю, и именно твое письмо, и твое желание такое, да, мини-желание, но тем не менее оно было, чтобы я это сообщение открыла, я его открыла, вот как это случилось, это вот эти все импульсы, вот эти все энергии, они все сходятся, и так получается, да, это мини-желание, но оно как бы исполнилось, и я говорю, понимаешь, о чем я говорю, что у тебя случилось, и она рассказывает, что мысли она вот эти вот в себе держит, что вот там джакузи на этой долбанной, вроде работа хорошая, и все нормально, и я ему верю, но вот этот джакузи мне покоя не дает, мне уже снятся эти голые бабы с этими в купальниках там, и без, и что с этим поделать, ну и вот, понимаете, поэтому как бы разные, я весну, пишут, весну я или нет, скажите, пожалуйста, не зависает эфир? Не зависает эфир, скажите, пожалуйста, все хорошо, у меня все хорошо, перезагрузите это, видимо, девушки нет, все хорошо, слава богу, вот, потому что я всегда так контролирую эти моменты, вот, поэтому понимаете, какая индивидуальная ситуация, казалось бы, одно и то же, но вот у одних вот такие нюансы, у других вот такие нюансы, поэтому мне было важно с вами вот эту личную связь иметь, поэтому игра «Привет вселенная», она и получилась, и появилась, так, так, да, то есть я написала общую такую информацию, что такое мысли материальные, не из книг, а как вижу это я, поэтому не из книги там Джона Кеха, который очень любит приводить в пример, да, не про его подсознание, как он это видит, не от Тони Робинсона, да, хотя люди разные, каждый уникален по-своему, не от Дэвида Шварца, который написал книгу, и я привела эти все примеры, нет, я считаю, что нужно брать информацию от личного автора, если конкретно сам человек что-то понял для себя, вот эта рабочая штука, это один из механизмов, у одного-то, один механизм, у Джона Кеха, допустим, у Тони Робинсон другая штука, у Дэвида Шварца другая штука, у Васи Петрова другая штука, да, еще есть много авторов, там, американских и так далее, другая история, и у каждого есть свой рабочий метод, и каждый возьмет от кого-то, свое, поэтому я, писав игру «Привет вселенной», я брала только свое, то, что мне помогало, стать телеведущей в столице, в городе, да, где, в Хабаровск, да, Дальнем Востоке, столица, где никто вообще меня не знал, забрать от мужа бывшего, там, полицейского, который уголовное дело заводил, ребенка, да, купить квартиру, не имея, точнее, имея только долги бывшего мужа, опять же, да, и очень черную кредитную историю, как взять квартиру свою, да, и зарплату 17 тысяч рублей, и сейчас моя детская мечта, когда я хотела стать там телеведущей, актрисой или певицей, да, в Москве жить там, да, мне всегда нравилось, это с детства, это не кто-то мне привил, или там это модно, или так нужно делать, это с детства просто шло, и сейчас, в данный момент, мне 32 года, я сижу в съемной квартире в Москве, с видом, вот сейчас смотрю на башню федерации, Москва-сити, и я понимаю, что, да, мне страшно, и мне сейчас страшно, я вообще-то свою квартиру в Хабаровске, крутую, да, на которую, которая моя первая, да, мы с Антоном вместе ее покупали, устроили, да, и мы ее продали просто, поехали в никуда сейчас, но я руководствуюсь тем же принципом, когда забирала ребенка, когда становилась телеведущей, когда покупала ту квартиру, и все такое, точно такой же способ сейчас у меня здесь, и я тоже хочу купить здесь квартиру, в обществе, да, так устояться, то есть, я пишу книгу сейчас, потому что мне это нравится, я хочу вам ее дарить на презентациях, да, на наших встречах с подписчиками, просто хочу дарить, заряжать вас хочу, и я пою песни для подписчиков, опять же, да, ну, хорошо, да, конечно, классно, когда он там станет популярной, там, и так далее, на радио, кто же не хочет, чтобы его песня, да, или там стихи, которые он пишет, или книги, которые он пишет, не состояться в этом, да, конечно, да, но это бонусом, в первую очередь, я делаю это для вас, для своей аудитории, вам это нравится, и это нравится мне, и у нас вот такая взаимосвязь, это взаимная любовь наша, и мне это приносит большое удовольствие, это приносит энергию, и вам, и мне приносит энергию наше общение с вами, и это дает мне силы для того, чтобы двигаться дальше, понимаете, вот какая вот взаимосвязь, взаимная связь, кстати, будет встреча в Москве, с подписчиками, обязательно, я сделаю все это организованно, я сниму очень хорошее арендное, там, помещение, да, это будет там, завтрак, скорее всего, там, завтрак, с подписчиками, где я буду дарить кепки, вот эти вот, которые я выходила вчера в кепочке, Лиля, правда, и хочу сделать для своих подписчиков монетки, монетки, вот, с моей энергией, я хочу приехать вот на предприятие, где их будут изготавливать, и внести там свой вклад, именно вот отдать частичку энергии себя, и вам на удачу, на счастье, там, на денежку кто-то в кошелечек положит, поэтому вот такую встречу готовлю для вас, и объявлю, и потом желающие, обязательно мне нужно будет узнать, сколько это будет человек, чтобы понимать, какое помещение для вас снять, это будет только наш, только наше утро, либо только наш вечер, вот, поэтому все к вам, любимые, в Хабаровске тоже была встреча, человек 200, наверное, пришло, это был такой позитив, но было неорганизовано, немножко я переживала по этому поводу, потому что кто-то стоял далеко, а мне хочется всех охватить, я всем подписала открыточки, мы со всеми сфотографировались, но было немножко неудобно, а я хочу, чтобы всем было комфортно, вот, поэтому мы обязательно с вами со всеми увидимся, и я думаю, в ближайшем будущем обязательно съезжу, вот, есть города, где очень много подписчиков, и я приеду в тот город, где, да, там, допустим, в Казахстан, мне обязательно нужно туда попасть, потому что подписчиков просто очень много оттуда, монетки по почте отправите, монетки пока будут, вот я так чувствую, хочется их лично в руки пока отдавать, вот, вот дарить, просто дарить людям, вот с энергетикой, такой вот талисманчик, может быть, да, как будто, такой вот подарок, вот пока, пока мне хочется их дарить, вот при встрече, обязательно буду с тобой носить там в кармашке несколько штук, потому что я вас вижу, иногда в городе встречаю, и вот раз и подарил, поэтому вот так, вот, поэтому смотрите, давайте перейдем, вот допустим, вот к вопросу мысли материальные, и как, есть что сказать, да, по этому поводу, где вот эта грань, грань, как поверить, мы сейчас не говорим про вот эти вот, как составить желание, там, да, вот в игре «Предселенная» я все это рассказываю, мысли и реальность, это вот такая мысль, которую я хочу донести сейчас до вас, есть мысли, это наши мысли, наши мечты, да, а есть реальность, и сразу реальность кажется, ой, ну реальность, она такая немножко посереча, мысли наши, да, мысли они такие все воздушные, розовые, там, светлые, яркие, искрящиеся, а реальность вроде как, аж сразу устал, замечаете такое, да, вы даже говоришь про мысли мечты, и реальность, хочется вздохнуть, да, потому что ты вспоминаешь, господи, детей ствел в сад, так, завтра опять на работу, завтра опять в сад, господи, когда выходные, да, вот такая история, поэтому, как все это соединить, как сделать так, чтобы наши мысли стали реальностью, да, и мы уже думали в реальности про наши вот эти мысли, все это соединить, как же это сделать, как это делаю я, опять же, у меня мои мысли схожи с реальностью, когда мы познакомились с Антоном, он удивлялся, удивлялся, я писала посты по этому поводу, посмотрите, там вот, по-моему, 6 постов назад, или 5, я прям писала нашу историю, как это все было, новенький, кто не знает, обязательно посмотрите, почитайте, очень все, даже тем, кто давно на меня подписан, говорит, просто бомба, просто вот мысль положила, так вот в голову, очень интересно, классно, и действительно, с одного поста ты можешь изменить, там, свое сознание, почитайте в свободном доступе, вот, и Антон удивлялся, что мои мысли, они, они полностью схожи с моей реальностью, да, вот, я ему говорю, мы выбираем какой-то отпуск, да, там, смотрим, я смотрю, вид из окна, сразу там, какой-нибудь люкс, там, еще что-то, он говорит, у тебя есть деньги где-то в запасе, ты почему такие смотришь номера, я говорю, потому что я хочу такие, я хочу жить в таком номере, он, а зачем смотреть, если мы, как бы, не можем себе такое сейчас купить, я говорю, подожди, вот, что ты, вот, портишь мою, вот, историю, вот, эту, сё, ну, а вдруг будет какой-нибудь горящий тур, он говорит, слушай, точно, и давай вместе со мной смотреть, мы смотрим, смотрим, да, ценник, там, космос, еще что-то, да, но, по крайней мере, мы привыкаем к той мысли, что мы по факту узнаем, что мы не надумываем себе, что будет стоить, сколько будет стоить, куда там поехать, столько денег, а вот туда вот столько, мы реально смотрим, по факту, если по факту сейчас мы видим, что, ну, вот реально не хватает, еще столько же денег, сколько у нас есть, да, блин, мы думаем, так, и чуть-чуть-чуть начинаем, чуть-чуть снижать, но не с самого низа, сразу понимаете это покупать то есть планку вот взяли ту которую прям хотим и буквально может она по полторы ступеньки и мы берем этот вариант но мысли остаются вот здесь и этот вариант мы вот уже смогли себе позволить когда летали в корею была у нас ванная с окном посередине такая очень крутая но мы себе смогли позволить то что опять же смотрели эти варианты я вам давала контакт девочки да моя знакома не случайно дали ее номер она делает скидки 40 процентов на вот такие именно люксовые вещи бизнес-классы отели да и вот не этот контакт попал как он ко мне попал это была корея у меня знакомая моя живет да не живет у нее бизнес там и к плейс компания вы знаете вот поэтому она оттуда берет пальчик вот всех про которые я тоже рассказывала от души делилась этими контактами я и звоню и говорю слушай вот летим в корею первый раз антоном скажи пожалуйста в какой отель нам лучше попасть и она говорит я тебе дам аню и а у ани скидки там 40 процентов на крутые отели и вот вы купили этот отель купили сняли сняли этот номер и так получилось и я хотела в этом отеле жить и я жила если бы я не завершала себе эту планку я бы так и и говорилось там этих отеля где без окон без дверей вообще просто вот два квадратных метра кровать и сырость да допустим но они там супер дешевые нет я всегда еще вот это и когда мы с антоном познакомились у меня так было во всем квартиру как мы покупали ему ипотеку не давали были там свои моменты нельзя было да там взять меня с бывшим мужем там кредитные его историями ни одного жизни не было кредита но из-за вот этого все знаете как у нас там государство работает банки да там политика все это не было жуткость страшная кредитная история в итоге я смотрю в новостройке квартиру в новом доме чтобы все было четко если квартиру можно было там за три миллиона купить то стоило пять с половиной там или даже шесть и семь я смотрю я смотрю их смотрю 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 антон опять не пончу не понимает дать к только познакомились с ним и кстати вы сейчас можно позвать и он прям тоже позвать антона он расскажет как это все было если интересно вот такой взгляд со стороны человек сона познакомился встретился и подумал боже мой господи куда и несет постоянно и он мне даже сейчас говорит ли ты меня научила желать то что хочется а не то что я могу себе позволить антон иди сюда слышу займи все ради вас надеюсь он меня не убьет иди сюда я в эфире иди сюда здрасте здрасте слушай я тут рассказываю как мы с тобой познакомились когда я короче когда я загадывала себе различные когда вы с тобой познакомились у нас не было денег извини я про это рассказала ты знаешь я всегда все по-честному ничего страшного я знаю что ты не обидишься ну а как есть но что ты стесняться правда вот поэтому я рассказала когда мы с тобой познакомились не было денег но я покупала в магазине форель писала список нет денег расскажи как это было вообще наше с тобой знакомство какая я была когда мы с тобой познакомились ты мне сразу выложила что у меня куча проблем сужусь с бывшим мужем подаю на развод забирая ребенка наверное ты не будешь со мной общаться я ему сразу все выложила сказала все я разбираюсь у тебя фильтр тут на глазах да нет нормально не обращай внимания это улучшать ну вот наши с тобой вот денежное общение денежное общение как вот это было какая я была и какой был ты отношение к деньгам какое было ну как бы я воспитан наверное мы все так воспитаны наши родители они с советских времен привыкли как что надо деньги экономить смотреть на цены надо как-то там короче полная экономия во всем надо в этом разбираться там смотреть там на все но когда мы познакомились с тобой я говорю или слушай вот ко мне тут сейчас пришло немного денег надо пойти в магазин составить список основных продуктов что нам срочно надо там ну я думаю сейчас летом напишет гречка мясо рис форель мартини ананас это был треш а то есть антон я постоянно да ходила что это за список я в сампири собираюсь я гречку хотел купить с мясом надо типа да а я пишу форель ну захотел список ну захотел он хотел меня таким образом как бы что список это значит список а я тоже самое пишу ну и что дальше наши отношения с тобой развивались в этом плане денежном в денежном просто вот была такая одна история когда мы в короне до снимали с тобой квартиру за сорок пять по моему тысячи это было много ну да как бы так это дорого было на то время и я сижу просто вечером я понимаю уже третий месяц эту квартиру плачу мне плохо уже я уже там не могу и я всю ночь убираю квартиру лиля спит лиля спит ей хорошо короче все классно я вот с такими глазами утром стою говорю лиля капец все нам надо съезжать в другую квартиру срочно потому что уже невозможно дорого да дорого он говорит ты че собираешься жить там в вонючей квартире там с коврами там на стене там ничего что то я короче обозлился говорю все ты ничего не понимаешь пошел на работу и пока шел и вот знаете мне прям щелкнуло я думаю блин ну я тоже не хочу такой квартире жить как бы а деньги кто должен заработать лиля ну нет ну я должен заработать дал сам себе пин карты хотя я была не против я не говорила что ты иди зарабатывай мы вместе все получится да получил сам от себя пинка и пошел зарабатывать денежки да и получилось и что ты нашел по моему да вот эту вот проектную да проекты у меня какой то проект пришел срочно и все и все наладилось у нас было денег на ровно на два месяца и мы на два месяца спокойно жили в этой квартире квартире а потом что у нас было еще по денежкам вот интересные такие истории мне приятно я вообще не понимал как можно зарядиться на покупку квартиры как бы не имея вообще никаких там средств ноль ноль просто просто ноль лиля говорит все нам надо срочно покупать квартиру и все я говорю лиля ну какая квартира подожди куда ты там бежишь квартира там 4 3 5 там миллионов это миллионы ты понимаешь нет все у нас получится надо короче ехать и смотреть сразу квартиру зачем ехать смотреть квартиру ну да когда нет денег и у меня было такое что сначала надо что-то накопить где-то найти а потом выбирать то что ты хочешь нет надо не так делать надо сначала выбирать что ты хочешь а потом искать деньги на это да уже выучил молодец схема рабочая смысл в том чтобы просто как это называется сначала должна быть идея и желание а потом уже средства они как-то прикладываются четко вот в игре привет вселенная я вот свой вот этот метод и рассказываю и передаю людям вот послезавтра мы начинаем игру привет вселенная вот кто еще не слышал можете по ссылке в шапке профиля пройти 500 рублей всего там стоит игра как бы я уже говорила что это символическая там сумма да суть в том чтобы просто вот передать это все за короткий промежуток времени почему игра стала популярной почему да потому что у людей получается я вчера в сторис можете в сторис посмотреть там девушка писала там рекомендацию вы даете рекомендации в общем то что вот я Антона вот все научила вот это же самое в игре привет вселенная передаю поэтому буду рада увидеть вас двадцать пятого вместе начнем поговорим с вами побеседуем вот а еще по поводу денег а в итоге вот как мы в итоге купили квартиру все таки мы нашли эти деньги ты не помнишь просто я помню я поехал работать в углегорск там стройкой занимался мы лиля начала искать эти квартиры смотрела какие-то варианты что мы уже подбирали в сюжет и потом мы нашли какой-то там первоначальный износ минимальный который вот только-только вот вщее время хотели поняли что не хотим там жить потому что ну дом был такой не очень новый и мы решили что сделаем свое пространство да такое очень крутое внутри квартиры будем жить в своем домике и а все равно выходишь подъезд вонючий старый и когда я простите увидела последняя капля в прямом смысле это был харчок стекающий в лифте вот так вот я думаю боже мы где мы живем нет я здесь жить не хочу давай короче смотреть у нас и у нас была квартира с видом с видом на дома где мы хотим жить и мы купили там квартиру и и опять опять это же ситуация что вот здесь одна цена квартиры там другая цена квартиры как бы там стоимость намного выше или так вот нам надо по любому вот там мы там что-то найдем я гуляю но я понимаю все чудо свершилось мы купили квартиру но но там уже все как бы нереально да мы поедем будем смотреть просто мы просто едем опять смотрим кому-то надо было срочно а застройщику там какая-то оставалась одна из квартир на да как бы там нормальная стоимость все мы зашли евро сушили я тоже хочу эту квартиру все мы сейчас мы сейчас сделаем чего угодно и мы получается продали эту квартиру за счет того что там был ремонт очень крутой да продали подороже и у нас хватило денег на просто я сам этим ремонтом занимался и получилось так что как бы там не прорабу никому не надо платить и за счет того что лили сделала такой дизайн там с дизайнером клёвый и ну это смотрелось очень классно и мы продали и дороже даже немножко там заработали на этой квартире и получается что нам хватило денег вот для этой новостройки то есть вот этот промежуточный вариант представляете что такое купить квартиру сделать там ремонт это очень пол жизни отдать мы за четыре месяца это сделали продали квартиру короче сделали заработали денег почти еще 2 миллиона сверху и у нас хватило денег на новостройку то есть но мы себе не планировали это вселенная сама дала варианты вселенная сама дала кому как космос вселенная там боженька то помог да вот что-то но вот я говорю вселенная да вот это вот мысли материальные вот эта энергия она дает именно вот когда я хочу что-то и говорю антону просто так трясу просто поверь мне пожалуйста все получится он же просто закрывает глаза на самом деле фишка то в чем основные мне кажется масса людей почему-то не делают они не хотят выйти из зоны комфорта это напряг конечно это напряг когда тебе говорят нам надо работать в пять раз больше нам нужны срочно деньги давай срочно а ты заметил я не говорила что в пять раз больше ну просто ты сам это понимаешь думаешь так надо короче это один раз один раз антону сказала когда он искал мы съезжаем с этой квартиры надо нам новую ой надо нам поменьше платить я вам складе ищи вторую работу сразу же начинается пять работ вот пешки преувеличивают сказал еще вторую он уже пять предел я наоборот всегда говорю что лучше меньше работать и больше тратить больше денег меньше работы я всегда за это но смысл всегда в том что когда ты выходишь из зоны комфорта ты думал но люди себя жалеют думают что блин вот сейчас будет мне тяжело еще что-то или там переехали в другой город это никого знакомых нету ничего нету мне кажется иначе никак не получит надо просто брать и делать лишь раз-два-три и все и пошел елочка гори да а отпуска помнишь как мне в темяшилась во францию поехать как это было ты вот реально расскажи честно свои мысли как это было короче нам надо срочно ехать на новый год в париж как вообще идея пришла просто ты увидела что где-то там на эфелевой башне какой-то красивый салют все это пишешь слушай вот почему там вьетнам там таиланд я хочу в париж в париже с бокальчиком шампанского встретить нового и грибину классно как бы но в париже на новый год как бы там ценник такой существенный на гостиницу там все нет вот нам надо срочно и блин ну я не знаю мясо мясо короче потом мы эту тему забыли потом грибинга суши я там этот путевки путевки там виза к визы начала там 30 процентов путевки закинула там уже денег то я говорю подожди мы с тобой еще не договорились успели ли а надо покупать билеты до москвы с москвы в париж все а я говорю о моя коронная фраза антон все уже запущено все уже а скажи вот не сети подписчики ноги спрашивают тебя не напрягало вот это то что я вот так вот делаю что я бы сделал оформила там за 12 500 визы уже и там делаю ну конечно начали начали летать полное полное отторжение отражения ты думаешь все сейчас где что а потом думаешь тогда что делать что делать реально в клетке голова думаешь что-то делать все и как бы проходит буквально там неделя-две ты начинаешь этот процесс он реально пошел начинаешь суетиться чтобы три уже а есть такой что ты уже реально думаешь что� при но Классно-то во Франции. Ну да, как бы все, ну просто назад, обратного пути нет уже, все, потому что путевки, часть оплачена, надо искать варианты, где купить билеты, как в Москву, и дальше ехать, все. Да, я хочу сказать как раз про то, что вот даже игра «Привет вселенная» это про мысли, про то, что они материальные, но я всегда говорю, что мысли и реальность. Если мы не заботимся о реальности, ну как бы мысли бездействия бесполезны. Мысль и действие – это прямой путь вот к твоей вот этой вот мечте. Короче, смысл такой, что да, можно загадать, не знаю, поездку во Франции и лежать на диване, и ждать, когда она тебе как бы свалится. Это никто не скучает, что это может произойти, но только немного дольше, намного, наверное. А если ты загадал себе это, и что-то для этого еще и делаешь, то вся вселенная будет способствовать, чтобы тебе досталась эта путевка, поездка. Вообще мысль – это энергия, которой человек дает жизнь. Мысль – это энергия. Глаза постоянно накрашены. Ну прости, это мой любимый фильтр, он такой дает свет, чтобы не темно было в помещении. Вот с какой энергией вы начинаете свой путь, такой он и будет. То есть здесь ничего волшебного нет. Антон, у тебя не было такого, что, допустим, вселенная, ты сейчас сам произнес, да, это слово, которое почему-то многие пугаются и думают, что… Это секта. Это секта. Это секта. Это секта. У тебя нет такого, что это какая-то чушь? Да нет, ну почему это должна быть чушь, если это работает? Это работает, да. Вот когда ты начал первый раз это ощущать, помнишь? Ой, наверное, самое первое, это вот когда реально мы первую квартиру купили, просто я думал, я ее слепила из того, что было. Откуда мы ее взяли, откуда я появилась, какие-то там деньги на взнос, еще что-то, вообще это было прям нереально для меня. Я не верил в это. Да, да, я помню, я вот, допустим, уже даже не помню, откуда, мне кажется, у меня с рождения так было, что это я хочу, и это такие амбиции, да, вот ты всегда говорил про амбиции, что у меня, да? Они помогают? Амбиции? Ну да. Не знаю, как это видно, это после. Ну вот амбиции, у меня всегда было такое, что я хочу чего-то, я добиваюсь этого, вот с помощью своей, вот, вы знаете, как берешь шар, запускаешь и страйк просто выбиваешь, вот он уже летит. И все получилось. У тебя не было такого? Не понимаю твой вопрос. Не понимаешь мой вопрос, у тебя вот амбиции помогают или не помогают? Нужны амбиции? Смотря в каких вопросах амбиции помогают. В вопросах того, что что-то захотеть, конечно, амбиции помогают. В вопросе, если ты пооспал...